Друзья, всем добрый день. Еще раз хочу сказать, что мне приятно находиться сегодня на этой программе. И сегодня мы поговорим очень за горячую тему. Это будет о деньгах. Значит, меня это побудило, потому что мы живем в стране, которая довольно-таки богатая, тут много ресурсов, многие люди очень много работают, у всех есть желание построить красивые дома, хорошие машины, все тянутся, работают немногие овертайм, по 10, 12, по 14 часов. И я сегодня хочу прочитать несколько стихов в Писании, значит, чтобы мой вопрос немножко углубиться, хорошо? И я это сделаю, потому что я разговаривал с одним человеком, когда мы говорим за богатство, он мне процитировал, сказал, что Авраам был весьма богатый. И это написано в Бытие, 13 главе, во втором стихе написано, и был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом. Окей, Бытие 13.2. Также многие из нас знают, что Соломон также был очень богатый. Если вы не против, я сейчас быстренько открою вам это место и процитирую. Это написано второе, параллельпомином, 1.12. Вы помните, Бог говорил Соломонов, и Бог потом его поощряет и говорит за то, что ты не попросил у меня богатства, я тебе это богатство дам. Я просто процитирую для наших зрителей. Это написано, параллельпомином, 1 глава, 12 стих написано, «Премудрость и знание дается тебе, а богатство и имение и славу я дам тебе, такие подобных, которых не бывало у царей». Поэтому Бог благословляет Соломона даже богатством. Хотя, когда мы читаем Новый Завет, я хочу прочитать, начну с Матфея 19.24, тут немножко другие слова, хорошо? Матфея 19.24, тут написано следующее, «И говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь угольные уши, нежели богатому человеку войти в Царство Небесное». Поэтому это уже такой, Христос сделал такой, как на низком языке, красный флажок, и Он говорит, очень аккуратно, богатство это очень-очень такая опасная вещь. Есть другие места, которые предупреждают о том, что деньги – это является корень всего зла. Последнее место, которое я хочу прочитать, и потом, может, Ян, ты ответишь на вопрос, это слова Иисуса Матфея 6.24, где написано, «Никто не может служить двум господам, ибо одного будет ненавидеть, а другого любить, и одному станет усердствовать, а другому не родить». «Не можете служить Богу и Мамоне». Мой вопрос следующий. Если мы не можем служить Богу и Мамоне, может ли, является ли богатство благословением? Может ли бы христианин быть богатым? Окей, хорошо. Отличный вопрос. Другими словами можно задать, быть богатым – это хорошо или плохо? Хорошо. Согласен. Вот. Богатство само по себе, оно нейтральное. Золото, оно нейтральное. Бог создал золото, Бог создал жемчуг, Бог создал все драгоценности. Это его создание. Поэтому назвать богатство доброе или злое, ну, будет неправильно. То есть ножик сам по себе, он нейтральный, правильно. Сексуальное желание, оно само по себе нейтральное. Вопрос, как мы эти вещи используем, вот как мы к ним относимся. Вот это, наверное, самый фундаментальный момент. Поможет нам определить, ваше богатство – это вам благословение, или ваше богатство – это ваше проклятие. Вот. И для того, чтобы, ну, скорее всего, понять точнее, что Бог от нас хочет, вот во втором Тимофея, в 1 Тимофея 6.6, легко запомнить, в 1 Тимофея 6.6, там такие слова написаны. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Вот это вот центральная мысль, как подходить вообще к богатству или к бедности. Это две стороны, одну и ту же медаль. И Павел дальше говорит, «Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего и не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, то есть ли бедные, и у нас есть только достаток – довольны. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные, вредные похоти, которые погруждают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись некоторые, уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай от этого, а преуспевай в правде, благочестии, веры, любви, терпении и кротости». Но прежде чем вы отключили нас и наш канал, что «А, они против богатства» и так далее, я хотел бы сказать, что стремление быть достатке – неплохое стремление. Это хорошее стремление. Например, в Ветхом Завете было много рабов, и во время апостола Павла было много рабов. И Павел говорит, если можешь сделаться свободным, сделайся. То есть желание быть свободным – это хорошее желание. Но если желание быть свободным от рабства охватывает тебя настолько, что ты, твоя цель жизни – освободиться от рабства, и ты больше ни за что не думаешь, и вот эта твоя цель жизни здесь на земле, то ты становишься рабом этого желания. Вот. Поэтому стремиться иметь достаток – это очень хорошо. Кстати, Павел тоже сказал, тот, кто не печется о домашних, о своих, тот хуже неверующего человека. То есть, ну, хуже. То есть неверующие люди, они тоже пекутся о своих. Это нормальная вещь. Когда мы жертвуем церкви, это нормальная вещь. То есть работать, обеспечивать свою семью, давать жертвоприношения, подаяния людям и так далее – это хорошо. Иначе бы мы все были ворами. То есть, если мы ленивые, сидим дома и живем на обеспечении там велфора, либо еще чего-то, то мы рабы, и мы воры. Почему? Потому что Павел говорит, если, когда мы перестаем быть ворами, это когда человек начинает работать своими руками, и не просто работать, чтобы до себя обеспечить свою семью, а чтобы давать нуждающимся. Вот тогда человек перестает быть воробом. То есть, когда мы не платим, когда мы не взносим в церковь, когда мы не даем деньги на пожертвования разные, а только заботимся за себя и не видим нужды других абсолютно, то мы обворовываем. Вот. Поэтому желание быть достаточным – это хорошее желание. Но вот вопрос. Если это желание настолько тебя поглотило, что ты теперь живешь, спишь, ешь этой мыслью, как тебе заработать миллионы долларов, то вот это ты становишься рабом этого желания. А, кстати, мы часто цитируем, вот ты сейчас процитировал Авраама, что Господь благословил его. И это недалеко от Евангелия процветания. Вот Евангелие процветания как раз эту тему и продвигает постоянно за последние 30 лет. Это везде, по телевидению, по Ютубу, везде, что нам нужно быть богатым. И если вдруг вы небогаты, то вы неблагословены, и вы, наверное, под проклятием каким-то, поэтому вам надо покаяться, отослать какие-то денежки этим проповедникам, и вот они поблагословят вас, и у вас там будут денежки в вашем банке. Но приводят на память часто Авраама, что у него, мол, у него было много денег. Давида и Соломона и так далее. Но в то время, в то же самое время, когда жил Авраам, и когда жил Соломон, и когда жил Давид, сколько людей, которые поклонялись Богу, были просто в достатке, но не были в изобилии. Гораздо больше. Тысячи людей, да? А вспомните Илью, который был без крова, без еды, и которому ворон приносил еду. И который предъявил это Богу и говорит, вот я стремлюсь, и там тебе служу, а вот здесь я один остался, и моей души ищет. А Господь ему говорит, нет, таких, как ты, еще семь тысяч, которые не преклонили перед валом, и они все вот такие. И теперь вопрос такой, так что значит Бог благословляет только богатством, а бедностью не благословляет? Благословение, бедность, это не от Бога. И здесь надо задать вопрос, зачем мы хотим иметь это богатство? И основное движение и двигатель, это чтобы быть независимым. Я прошел через это. Особенно, когда ты поднимаешься на ноги, когда у тебя семья, тебе хочется, ну не зависит от чека до чека, от чека до чека, тебе хочется какую-то независимость иметь. Но мы понимаем, что наша зависимость от Бога, наша зависимость от Бога, есть ли у вас много денег, нет ли у вас много денег, поэтому наше стремление не просто быть независимым, independent from God, но зависимым от Бога в любой ситуации. Поэтому Павел говорит, что великое приобретение, быть благочестимым и довольным. В какой ситуации? Когда у вас много денег и когда у вас нет денег. Одинаково. То есть бедные здесь тоже могут грешить. То есть бедные живут целью заработать и живут с завистью богатым. Постоянно, а вот у меня не так, а вот что-то не так. И как будто Бог в этом всем виноват, потому что вот Он не дал мне шанс. Не знаю, один у меня есть любимый черно-белый фильм, он называется «Скрипач на крыше», «Fiddler on Roof». А идея там такая, что рассматривается еврейское поселение на Украине в годы, где-то 1920-е годы, когда была революция и гражданская война. Ну и евреи живут как евреи. И вот он показывает одного из иудеев, который в пятницу вечером идет домой, уже суббота накануне, потому что как только стемнеет, уже начинается суббота. И вот он идет, его лошадь подвернула ногу. И он бедный, он разводит всем молоко и говорит, «Ну вот, Бог, тебе надо было, вот у меня все, и последняя лошадь и та». Вот она поломала себе ногу. И он там говорит такие слова, он говорит, «Конечно, я понимаю, что бедность – это не порог, но и хвастаться то нечем». И вот у нас такое отношение, что Бог как-то нас не додал нам, как-то Он обделил, а вот тем Он додал. И потом с бедной стороны, или вот с того, когда у нас нету достатка, вместо того, чтобы довериться Богу и иметь достаток в Нем, мы стремимся найти достаток в богатстве. И вот в чем проблема богатого человека. Богатый человек, ему легче положиться на богатство, чем на Бога. И поэтому Христос говорит, трудно надеющемуся на богатство войти в Царствие Небесное. Как и сейчас, так и раньше считается, что богатство – это самый пик Божьего благословения. Но часто Писание говорит, как ты уже прочитал, Матфея, что богатство – это может быть проклятие. Вот в этом разговоре с этим молодым правителем, когда он пришел к нему и говорит, что мне делать, чтобы наследовать Царство Божие. Он говорит, ну пойди раздай все. Христос хочет показать, что ты не можешь наследовать, ты должен родиться в нем. Но для того, чтобы показать ему, что он не может, он говорит, пойди раздай. И вот человек, который думал, что он уже в Царстве Небесном, потому что Бог наделил богатством, у него не получается сообразить, как это так – раздать все имущество и теперь следовать за ним. То есть положиться не на богатство, а на себя. И поэтому, когда ученики это услышали, они написано сильно изумились. А кто же может тогда войти в Царство Небесное, если богатые, благословенные этого мира не могут. А Христос говорит, бедная мира этого. Бедная не финансово, а духом, который полагается на него. Поэтому ключевой вопрос здесь – довольны ли вы тем, что Бог определил вам, либо вы чего-то ищете. Кстати, если Бог вам даст много денег, знаете, этого будет тоже недостаточно. Недостаточно. То есть эту проблему вы никак не загладите, эту дыру вы никогда не заполните. Ну да, вы будете больше, чем другие. Но опасность положиться на богатство гораздо больше тогда. Вот. Поэтому, когда я говорю, что не подвергайтесь рабству желанию обогатиться. И каждый из нас знает об этом. И скаммерс знает тоже это. Вот. Все пирамиды построены именно на этом. На желание быстро обогатиться. И вот такая радость какая-то получается внутри. Да, вот ты там заработал. Есть такая перспектива заработать там 100 тысяч долларов за неделю. Представляете, какая вот здесь у вас бурлит и все такая неподдельная радость. Больше радость, чем когда мы приходим там в общение со словом. Вот больше почему-то, да? Вот это плоть. Она ищет этого, желает. И поэтому Господь говорит, убегай от этого, но обогащайтесь чем? Обогащайтесь тем, чтобы человек Божий, преуспевая в правде, благочестии, вере, любви, терпении, крутости. Вот в этом человек может быть, имея деньги, или не имея денег, быть богатым. Окей. Спасибо на такой ответ. Друзья, надеюсь, вам этот эпизод был богословением. Если да, обязательно нам можете поставить лайк при желании и написать комментарий. Нам всегда будет приятно слышать вас. Спасибо. До следующего раза. До 시� unpredictable. До встречи, до свидания. До свидания. До свидания.